вот друзья вот пока буду ехать изучать до львова до львову изучайте украинскую мову вот такой у нас поезд оригинальный именуется трансформер тут много всего раскладного всякие потайные полочки разводный миньон и поменье он миллион кто здесь идет передавайте привет очень красиво было так что за курию потом проспал целый час даже не верю что сказал когда едешь на закарпатье есть такой момент когда поезд поворачивает и видно и первый и последний вагон и прошлую жизнь видишь и настоящую и будущую вот она львовщина и у львови какие же милые эти домишки как же это все чудесно платон нервничает потому что именно он хочет вести репортаж а его телефон утонул в бассейне поэтому у нас два репортера мы ведем наш репортаж и вот этот вот белоснежный круизный лайнер сейчас отправится в кругосветное путешествие как вас зовут семён семён горбунков семён а где вы работаете главный инженер глав рыба да мы провожаем папу какой жирков удивительный разный каждый уголочек можно разглядывать и разглядывать вот тут вдруг такой кусок старой стены очень старой а занавесочки посмотрите какие а здесь знаменитый дом легенд мы сейчас планируем подняться туда наверх и это было видео вот сделай фото знаменитый автомобиль на крыше и остался здесь навсегда да вот у нас такое да вот 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 Скульптура, бог медицины Асклепий, Ескула, это его донька, богиня здоровья Гигея. Кажут, в ее имени слово Гигиена походить. И в одночасто это резин, то можно было бы разваживать готовые лики. Внизу пресс для вычепления соку из лекарских рослин. И двери. Двери ведут в кабинет властника аптеки. Ранее аптеки были приватными, и властник мог, даже не выходя из своего кабинета, поделиться, кто заходит в аптеку. Видите, тут у склёта есть такой отверт. И он подойдет. Так, добрый день. Это Платон у нас в Инстаграм. У него уже 2 миллиона лайков. Это фотография. Видите, он не шевелится. Думаете, он там живой стоит? Нет, это фотография. Да, Платон? Да? Да, видите, это фотография. Два миллиона лайков. Платон. Да. И вот у нас здесь фотография мамы в Инстаграме. У меня есть сейчас на телефоне 100%. И я вот так вот сделаю. Всё, здесь 2 тысячи. Два миллиона. Привет! Так, так, Львов, бизнес, школа, школа, тут, 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 круто. Школа здесь круто! А-а-а, сделай фотку еще мне. Отойди чуть дальше. Я сделаю фото-видео. Давай. На старт. Внимание. И вот у нас сейчас... И... Я удаляю. Я хочу выйти. Пип. Пока. Пока. Пока, пип. Это был видеоролик. Давай сфотографируемся. Голубь прямо на стол прилетел. Вот такие вот они львовские, почти европейские голуби. Молодец. Давай. Приз со стола. У Лизы в университете много очень удивительных мест. Столовые с террасами, кафетерии. Но очень интересные вот такие кабинки в библиотеке для уединения, для чтения. Вот такой войлок, мягкое кресло. И ты уединяешься, можно на двоих, так сказать. А там есть и на четверых. А вот и в библиотеке. Тихо. Женилась у невесты. Женихи невесты. А, смотрите, что это. Как они грациозно по воде. Прямо такая. Смотри, не шелохнется сам по себе, но при этом движется. А тут на месте. Прямо как танец. Что-то невероятное. Об успешных людях, в частности о лидерах, часто говорят, сравнивая их с белыми лебедями. Может быть и от этого у меня еще лидеры называются большими белыми птицами. Но если проводить аналогию с лебедями, то здесь речь в том, что как он грациозен, как он элегантен. Но при этом никто не видит его работу лап под водой. И она никак не отображается на нежном, таком плавном движении корпуса. Вот они, белые лепятки. Есть в Графском парке черный пруд. Там лили цветут. Цветут. Классная идея, да? Мы внутри фонтана, все втроем. И тут еще такая скульптура мальчика, не писающего. Второй день во Львове. Утомленные мистом Лева. Привет. Платон, привет. Вот кто не утомлен, это точно. И мы стоим возле собора. Примечательный факт, сейчас мы всем вам покажем. Вот ядро, видите? На стене. Это настоящее ядро, которое в 17 веке, в 1674 году попало в окно этого храма, когда турки атаковали львов. И примечательно, что за 352 года, с 14 по 18 век, за полсотни раз попыток войти во Львов, разных врагов, жители Львова ни разу не позволили врагам вступить на брукивку того миста Лева. Вот так. Несмотря на то, что, например, армия турков, кому это ядро, собственно, принадлежит, превосходила в сотни раз, буквально полторы тысячи человек, армию здесь львовян, и у них ничего не получилось. До такого быть не могло. Как это? Полторы тысячи и двести тысяч турков? Ну вот мы нажали кнопочку там. Что-то какие-то легенды. А что ж он КВД в 1939 запустили? Ну вот такую информацию вы прочитали. Теперь Платон хочет что-то сказать. Смотрите, ребята, там золотая машина, золотая машина, вот. Экскурсионная. Да, золотая экскурсионная машина. Ну что, к новым вехам львовским. Платон с рыцарем, золотым у оперного театра. Классно. Ты тоже пойдешь? Ну куда мне? Вот он, оперный театр красивый. Древний римлянин сохранился прекрасно. Ну вот, друзья, это тот балкончик, в котором Ленин во время революции в Альмуре призывал людей к бурту. Балкончик находится в правильном месте, потому что это и как раз место этих всех людей, которые понаехали в Россию, и начали мутить и в Украину, и начали мутить склону. И вы она мутная уже больше ста лет. Товарищи! Революция не произойдет! Мы с Феликсом пробили все броневики! Владимир Ильич, так можно еще один? Феликс, гуляем! Феликс! Здесь все пока только начинается, еще таких особых нет экспонатов, предложений. Ну, здесь жили монахи, но довольно тесно им здесь было, друзья. Здесь, друзья, в конце концов. Это книга испокон веков, уже окаменела. Вечна память инока, тринитария. Я просто так сделала. И жертводавца. Отойди, отойди, отойди. Тлини, останки, яких тут спочивают. Это гробница, Платон. Это мы зашли в провулок Параджанова. И интересно, там была книгарня. Книги забытых предков называлась она. И вот такой открылся дворик. И не один. И тут еще какой-то дворик. Здесь у нас какой-то ресторанчик. Вот он, Львов. Там что-то ободранное, колонна. Наши ребята гуляющие. Сегодня я их снимаю. Вот он вам, Львов. Мы находимся на территории армянского храма. Именно здесь, по преданиям, была первая сцена сражения Д'Артаньяна с мушкетерами. И, кажется, я кого-то вижу за колонной. Не может быть. Это Д'Артаньян. Каналья. Кто позволил здесь снимать? Каналья. А, вот еще один каналья. Сейчас, Зимка, попробуем. Пора, пора, пора. Дуемся на своем веку. Красавица и куклу. Частливому клинку. Пока-пока-пока. Чего на берегу и нашли? Пока на белом свете есть Эстония. Пара-пара-пам-пам. Каналья. Ты чего Каналья ко мне прыгал? Это ты имел в виду Бурбундия, Нормандия, Шампань и Брован. И в ваших жилах тоже есть для кого-то. Киевляндия, Львовяндия, Ивано-Франковия и Донбасс. И в ваших жилах тоже есть огонь. Но, но, умница, Фартуния, Ей-богу, не до вас. Пока на белом свете. Пока на белом свете. Есть Эстония. Ха! Конец фильма. Ух! В канале. А Платон представляет гвардейцев кардинала. Да, это, это прошло нам приходится. Их, дышу, так. Ха-ха! Так, ну вы... Попал ты в Каналья! Их! Волк, ну погоди. Вот, друзья, сегодня мне вручили прямо здесь, недавно, клинок. Тертенян. Вот он. Присягая на верность. Что? Кто вооружен, тот до зубов. Пора, порад, порадуемся на своем веку. Красавице и губку счастливому клику. Пока, пока, покачивая перьяки на железе. Я к вашим другом, сын. Мы не разжигнем. Ладно, этот фильм все мешает и все портит. Ну все, конец фильма. Конец фильма, друзья. Это мы прошлись по переулку Параджанова и на Веяло. Э! Плышишь? Чувак, чувак поймал маленькую НЛО. И, видишь, она оказалась музыкальная. Видно, что он сам пребывает, как в медитации. И этим видео мы заканчиваем свое пребывание во Львове. Оно прошло насыщенно, искрометно, бурно. Пока, друзья. До встречи в Киеве. Ставьте лайки.